В общем-то, по телевизионным соображениям, прежде всего итальянским телевизионным соображениям, это практикуется, как вы знаете, не только в серии А, но и в низших дивизионах, вот в частности в серии Б. Сегодня Ювентус на нашем канале, и он дебютирует в сезоне 2006-2007 на НТВ+. Немного погодя, я вас ознакомлю с составами играющих сегодня команд, собственно говоря, могу уже и сейчас ознакомить. Давайте, чтобы уж дело не откладывать в долгий ящик, так и сделаем. Так, Ювентус. Буфон в воротах. Далее по номерам, с расстановкой разберемся. Второй Берендели, четвертый Роберт Ковач, восемнадцатый Бумсон, четырнадцатый Больцаретти, шестнадцатый Камаронези, девятнадцатый Парро, шестой Занетти, одиннадцатый Недвед, десятый Дель Пьера, семнадцатый Трезеге. Дидье Дишам, главный тренер Ювентуса. Тревиза. Валерий Аврамов в воротах, он под первым номером. Далее шестой Вальдес, пятьдесят пятый Гиалли, четвертый Коттофава, двадцатый Джулиата, восьмой Ващак, десятый Гибу, тридцатый Гисси, двадцать второй Руссотто, девятый Бегетто, одиннадцатый Пава Пасару. Ну или просто Пава. Диего Бартауцци, главный тренер Тревиза. Ну и наверняка себе представляете, любители Кальчо, где находится сейчас Тревиза, ну хотя бы приблизительно знаете, представляете. Для тех, кто не знает, скажу, что в середине турнирной таблицы эта команда обосновалась после шести проведенных матчей Тревиза в восемь очков. Ну не бог есть какой показатель для команды, которая в прошлом году выступала в серии А. Ну а Ювентус, Ювентус, несмотря на то, что в пяти матчах, между прочим, а не в шести, как и большинства команд, вернее даже в семи, как и большинства команд, очки были набраны. Ну, собственно говоря, у команды их было бы сейчас после четырех побед и одной ничьей 13. Ну, на самом деле, вы все знаете, что начинала команда этот сезон с минус 17 очками, поэтому сейчас у нее минус 4. И она на последнем месте в турнирной таблице. Вот вроде как матч аутсайдера и середняка, ну каков этот матч, какой статус этого противостояния. Любой приезд Ювентуса в провинциальный клуб в Италии сейчас приравнен к визиту театральной труппы, очень известной, или группы просто с мировым именем. Можете даже, если пофантазировать, это приезд, например, в Мадонны на разные части земного шара. Вот так вот Ювентус гастролирует по Италии, по городам, которые, в общем, не обременены славой футбольной. Ну и вот на этот раз пожалеют три виза. Стефанов Парина, главный арбитр этой встречи, раз уж заканчивается протоколом, давайте закончим. Ну и вот игра уже началась. Давайте разбираться, как сейчас выглядит Ювентус, и затем уже просто порассуждаем о том, что ждать от этой команды в нынешнем сезоне. Ну а чего ждать еще, как не борьбу за выход в серию, а с первого же раза. Ювентус в красной форме, это выездная модель. Ну а, в принципе, Ювентус же начинал свой путь в большом футболе. Именно с футболок выступали они в такой красной форме, потому что потом стали черно-белые цвета преобладать в одеждах этого клуба. Ну а эту форму, кстати, между прочим, когда юбилей Ювентус отмечал, тогда и решили вспомнить, и вот пошили. И теперь это один из вариантов выездной формы туринского клуба. И Дедишам на ваших экранах, это главный тренер. Напомню, он 4 месяца как у руля команды, и добился уже немалого. Пока Тревиза атакует, и даже уже имел возможность забить. Вот так вот. Диего Барталуц, главный тренер Тревиза. Смотрим еще раз за атакой. Ну симпатично довольно было. Во-первых, в одно касание на фланге, затем подача в направлении одного из нападающих. Это Дина Флава Пассара был, или Бегетто. Бегетто, по-моему, все-таки два таких мощных нападающих в атаке у хозяев сегодня. Вот Бегетто, который как раз наносил удар только что. Опытный футболист. Уже 33 года ему, в общем, много чего повидал. По большим командам не скитался. В основном выступал как раз дивизионным ниже. Поэтому ему турнир серии «Б» не в диковинку, как многим из сегодняшних его оппонентов, футболистов Ювентуса. Слезно говоря, они дебютируют в этом турнире. Турнир сложный, турнир непредсказуемый. Многие поспешили отдать Пальму первенству Ювентусу, несмотря на значительный дефицит очках. Но сложновато будет команде все-таки, если не скостят в конце октября штраф, вот сразу так занять первые два места. Напомню, что из серии «Б» напрямую выходят две команды. А дальше, дальше это уже лотерея. Ну или мастерство. С третьего по шестое место команды занявшие проводят такой плей-офф, наподобие того, что существует в Англии. Третья с шестой, четвертая с пятой. В двух матчах. Затем финал. И лучшая команда из этой четверки попадает в серию «А». Так что Ювентусу надо хотя бы занять шестое место, вот если очки в том виде останутся. Ну а может быть, кто его знает, вполне возможно, что и без всего, и без каких-то подарков со стороны федерации футбола итальянской, вот может быть, Ювентус все-таки сможет нагнать и обогнать конкурентов. Пока ситуация такова, что Дженуа лидирует. 15 очков команды после семи туров. Сами можете посчитать, 6 потерянных очков. Далее Чизена, Монтуя, Наполи. У них, у этих трех команд, по 12. У Ювентуса, напомню, минус 4. Вот таким вот образом сейчас и выглядит турнирная таблица во втором по значимости итальянском дивизионе. Пока мы видим все-таки тревиза, на первых минутах старается огорошить несколько Ювентус. Двухнедельная пауза была у туринцев, связанная с выступлением сборников. В этой команде очень много их, разных национальных команд. Ну и вот, во-первых, Ювентус не играл матчистого тура с Брешей, который состоялся неделю назад. Эта игра перенесена на 1 ноября. Ну а матч тревиза, как вы видите, играется на 2 дня позже, чем все остальные матчи. Что 2 недели не играл Куринский клуб в таком сочетании, и в некоторой степени может это сказывать, прежде всего, на первых минутах. Мы видим, что пока, пока хозяева явно выглядят по-предпочтительнее, не хочу сказать, что по-симпатичнее, но по-предпочтительнее. Больше контролирует мяч. Может быть, в некоторой степени изюминки не хватает атакам, но это все-таки тревиза. Дегетто. Надина Пава-Пасара сыграл. Отобрали мяч. Вернее, сам нападающий его потерял. Довольно просто в простой ситуации. Ну и вот теперь Ювентус переходит уже к конструированию своей атаки. Будем знакомиться с Ювентусом образца нынешнего года. Ну, некоторые люди, наверное, матчи Ювентуса при большом желании могли видеть в некоторых других источниках. Ну, а для зрителей канала НТВ+, наверное, это знакомство в некоторой степени с туринским клубом. Руссотта. Дни игры нету. И выход один на один. И, наверное, может быть, даже нет, пенальти вроде бы Фуарина не назначает. Смотрим на повторе. Мне показалось, что вне игры было, но не у футболиста, выходившего один на один, а его партнера. Поэтому, нет, все-таки боковой арбитр поднял флажок. Так что был зафиксирован на все. Это очевидно. Недвед. Его легко узнать. Не точно играет. Руссотта, в свою очередь, тоже ошибается. И вот первый удар в исполнении Ювенкуса. Дзанетти. Опытный футболист Кристиану Дзанетти. Пришел он из Интера. В межсезонье. На смену многих из тех, кто покинул туринский клуб. Может быть, на смену как раз Эмерсона, который сейчас в Реале. Хоть скажет, неадекватная замена, но Дзанетти в своем опыте вполне может пригодиться Ювентусу. Рядом есть футболист по фамилии Паро. В прошлом году Васкале играл. И произвел очень неплохое впечатление. И за него играет его молодость. То, что он подписал довольно неплохой контракт с туринским клубом. Вырисовывается так, в общем-то, схема. Ювентус, скорее всего, по 4-4-2 играет. Можно определить, что Берендели, Ковач, Бумсонг, Бальцаретти – это линия обороны Ковач. И Бумсонг, вот они в центре поля по флангам Берендели и Бальцаретти. Линия полузащиты, в общем, тоже очень легко определить. Пары и Дзанетти в центре, Камаранези и Недвед, соответственно, справа и слева. Но в атаке Дель Пьера и Трезеге. Трезеге чуть-чуть ближе к воротам, Дель Пьера чуть-чуть глубже в поле. Что касается Тревиза, мы уже определили с вами, что Пава, Пасара и Бегет – это нападающие. Знакомы они нам по серии А и Тревиза в прошлом году, так или иначе, мелькал на канале НТВ+. В обороне, вот в центре, пожалуйста, Вильям Биалли, очень опытный футболист. Вальдес, Кутофава и Джулиата. Ну, Кутофава тоже – это из состава команды прошлого сезона. Вообще-нибудь так вот беглый взгляд на состав Тревиза убеждает меня в том, что не сильно изменилась команда по сравнению с прошлым годом. Вашчик играл Гигу. В общем, из того набора игроков, который выставил Диего Бартолуца на сегодняшнюю встречу, больше половины состава в прошлом году имели опыт поступления в серию. Ну, а такие футболисты, как Гигу или Вильям Биалли, наверное, тот же Дина Фава-Пасара в рекомендациях и в личной рекламе, наверное, нуждаются. Бумсонка выносит мяч с линии штрафной. Не удаются нацепиться туринцам за мяч, пока провисает у них эта зона. Ну и Тревиза больше, чаще с мячом Джулиата. Вот он слева играет. Четвертый номер – это Кутофава. И длинный перевод вперед. Безадресно. Десять минут у нас почти сыгран. Наверное, десятая минута пошла. 0-0 в матче с седьмого тура итальянской серии «Б». Тревиза Ювентус. Безумно популярна эта команда. Имеется в виду Ювентус в Италии. Все, что за пределами Турина. На юге так вообще доходит до абсурда. Довелось мне так давно посетить Италию. Был я на юге. И это совершенно непонятные для меня лично вещи. Прямо в городе Неаполь происходит. Или в его окрестностях. Но первая команда, безусловно, это Наполи на юге. А вот вторая команда по популярности – это Ювентус. В тех городах, в которых большой футбол приходит слабо, ну вот, например, Авеллино, Соренто, Солерно. Там вообще Ювентус пользуется небывалым авторитетом, небывалым. Таранто тот же самый город, в общем, на Ионическом море. Этот город на юге находится. Там, где каблук как бы примыкает. Если сапог рассмотреть итальянский, вот каблук примыкает. Вот там город Таранто находится. Или, например, недалеко от Таранто находится город Харатоне, куда Ювентус не так давно ездил, выиграл 3-0. Там вообще что-то невообразимое творилось. С ума сошел весь город. Отставил невероятную очередь, дабы просто увидеть Ювентус. В общем, действительно можно сравнить с артистами, которые колесят по Италии и дарят футбол людям. Ну, конечно, и безвозмездно. За очень серьезные деньги. Есть чемпионы мира, есть на кого посмотреть в составе Туринского клуба. Есть целая группа молодых и перспективных футболистов. Таких как Киеллини, Бритцаретти, Пара тот же. Ведь еще есть люди, которые в резерве находятся. Божжинов тот же самый. Рэй Вальпата, например, который несколько роскошных, просто не побоюсь от слова, матчей провел в прошлом году за Сиену, и которого вернули летом в Туринский клуб. В общем, он не воспитанник, он, по-моему, даже и воспитанник. Попробую уточнить о перерыве. Ну, по крайней мере, он в сфере Ювентуса находится довольно давно, просто отдавался в аренду. Вот такой склад молодости и опыта, в принципе, позволяет Ювентусу рассчитывать на серьезные успехи. Пусть и в непростом, пусть и в незнакомом турнире, но, тем не менее, его выигрывать надо, или хотя бы занимать одно из первых шести мест. Другого для Ювентуса, наверное, не простят. Начинала команда со скрипом, 1-1 с Рименей, это был первый матч, а затем 4 победы подряд, и 3 последних матча вообще на ура были проведены, обыгранные с крупным счетом, соответственно, Кратоны на выезде, и Модена дома. Ну, и сейчас вся Италия в ожидании, когда Алекс Дель Пьера забьет 200-й мяч в составе Ювентуса. 199 на счету капитана Туринского клуба. И вот многие ждали, что он отличится в игре прошлого Турса с Иеченцей, согнали туда, приехали, даже не согнали, они сами приехали, журналисты со всей Италии, много было телевизионщиков, многих Юченцей Алексу забить не удалось. В общем, вот теперь ожидается, что в 3 виза события случится, ведь, представляете, какая-то реклама для неприметного города на севере Италии. Располагается он в области Джулио-Венеция, недалеко от самой Венеции. Маленький-маленький городочек, маленький стадион, около 10 тысяч мещает, и вот, кстати, какой тут аншлаг, и какое ожидание вот этого исторического события. На ответ. Пас направо, Камаронези будет подавать, но не слишком удачно он это делает, пока Ювентус смотрится не актикарно. Признать, может быть, вот в первую очередь, и объясняют тем, что команда 2 недели не имела игровой практики. Ну, а 3 виза, чтобы до конца понятно было, перед началом сезона стояла целью своей возвращения в Сирио. Понравилась команде, пусть и случайно она попала в высший итальянский дивизион в прошлом году, но, тем не менее, на вкус попробовала, а раз понравилась, значит, будешь всегда стремиться туда вернуться. Бумсонг опережает здесь Руссотто, мощный защитник, поставил корпус и, в общем, без проблем оттер игрока середины поля 3 виза от мяча, хотя и руками поработал здесь, и я бы даже сказал, судья, правда, этого не заметил, немножечко и правильно здесь нарушил. Занайте, переходим в Ментус вперед, и вновь неточная передача. Занайте никогда не отличался, в общем, изобретательными действиями, его конек в другом. отобрать, начать первым пасом атаку, вот что-то более изобретательное придумать, этим Занайте особо никогда и не отличался. Камаронезио проходит соперника, Руссотто пока ему проигрывает здесь скорости, и подача в расчете на Трезегея, или Делькера, который чуть-чуть находился от нападающего. Довольно жестко играл в середине поля. Нарушение правил. Бальцаретти. Между прочим, воспитанник Торино. В Турине не очень адекватно восприняли переход Бальцаретти год назад из Торино в Ювентус. Ну, Торино тогда выступал в серии Б. Ювентус был чемпионом Италии. Конечно, это был переход на повышение. Если бы только не происходил он в рамках одного города, напомню, в Турине большинство болеют все-таки за Торино, а Ювентус – самая популярная команда вокруг Турина, ну, во всей Италии. За нее болеют даже в Ломбардии. Чего же говорить про другие области, итальянские. В Ломбардии – это там, где Милан, для несветочных. Доходят до смешного. В Милане иногда приходили болеть за Ювентус, против Милана, против Пинтера. Вот так. Потихонечку Ювентус начинает осваиваться. Бальцаретти – слишком простая передача. Трозеге вроде как там был штрафной. Но это его конек – находиться в штрафной. А этот футболист может одним касанием переправить мяч в сетку. Это его работа. Ну и, между прочим, мы уже говорили про возможный рекорд Дель Пьера. А Трозеге, кстати, разобивался в серии Б многим на зависть. Пять мячей на его счету. Слеп травмы только в покое ставили этого нападающего. Вполне мог он побить многие рекорды в серии Б. Ну вот слабо представляется, что без травмы этот футболист пройдет такой сложный турнир. Очень долгий турнир. 42 матча предстоит провести Ювентус. Он теперь уже поменьше. Но, кстати говоря, если Трозеге продолжит забивать в таком же духе, с такой же скоростью, в каждом матче, итальянские журналисты уже сведущие посчитали, пойдет, побьет он многие рекорды в серии Б. Для этого надо, как я уже сказал, обойтись без травм. С дискипляциями Кубрятт. Вот разоге будут проблемы. Это не Брагимович, который и со скандалом легче покинул летом команду. С мячом туринцы. Дзанетти. В середине поля перевод налево. Недвит вряд ли до мяча доберется. Кубылища и правила он там нарушил. Явно без того оплавил Недвит до мяча. Вот как злится. Недвит в обычной жизни очень спокойный человек. А вот на футбольном поле преображается, иногда даже не в лучшую сторону. Стремится выжиться за эпизода Максом. Иногда страдает от этого и он сам, и команда в том числе, за которую он выступает. Теперь у Недвида осталась только одна команда. Это Ювентус. В сборной части он закончил свое выступление. Ну и теперь, конечно, обрел еще большую популярность среди болельщиков Ювентуса. Своим вот тем, что он остался в Томане. Не ушел никуда. Хотя были предложения с Южанглей, Юнедвида. Очень, кстати, надо бы хотел попробовать себя на Томанном агене. Но пересилило желание, в общем-то, помочь Ювентусу. Поверьте, это не громкие слова. Нельзя сравнивать всех футболистов, как я с тем же Ибрагимовичем. С колоссальным уважением подношусь к таланту этого футболиста. Но вот его человеческие качества оставляют у меня много вопросов. Хотя, конечно, для этого надо знать человека лично, чем я похвастать не могу. Но вот складывается такое впечатление. Проникающий пас над Альпьеров, штрафной. Альпьера оттеснили. А в то время он ухитрился сделать передачу на Камаронезе. И вот только так, что большим-большим усилием удалось ликвидировать Юлину Вяли, выносим мяча на угловой. Даже не Вяли был, но неважно. Дюляк, это был 20-й номер. Вяли просто-таки блокировал передачу Альпьера. 20 минут. 20-й. Пошла минута 0-0. Пока голов у нас нету. Но и после того, как прилиза вверх активно начал матч, и Вентос потихонечку оттянул игру от своих ворот. В центр поля сначала, а теперь уже и приближается к воротам все чаще и чаще. Потихонечку начинают обретать себя футболисты, вспоминать связи, вспоминать то, что они показывали в последних матчах туринской команды в серии «Б». Замытье. Камаронезе. Можно направо было сделать передачу на Беринделле. Пришел по-другому поступить к Амаронезе. Теперь Бегетто. Затерялся здесь среди двух сосен игроков Ювентуса. Джан-Луиджи Буфон, один из претендентов на получение приза лучшему игрока мира. Только что на ваших экранах, крупным планом, имеет на это право полное чемпион мира. Штрафной заработал Туринский клуб. Передача. Купировали чужую половину поля футболиста Ювентуса. Камаронезе все чаще смещается в центр. Бумсонг там постарался и гол. Но он защитом не будет. А жаль. А жаль. Хочется очень увидеть двухсотый гол Алекса Дель Пьера. Вауч. Ну, здесь очевидно, вне игры было. Технично-изобретательный. Главное, с головой сыграл Бумсонг. Но вот не заметил, не мог заметить то, что стоял спиной к воротам, что Дель Пьера находится, да не только Дель Пьера, еще и Трозеге в офсайде. Ну, вообще, уже мячик в ворот это нашел. Ну, может быть, теперь Дель Пьера уже и по всем правилам забьет. Камаронезе. Замытье. Длинный перевод налево. Ну, не вы. Без особого... Без особой перспективы передача была. Вот я заговорил про Трозеге, то, что пять мячей забил, это футболист уже. Ну, и вот, хочу сказать, что Трозеге вышел после этого на седьмое место среди всех бомбардиров Ювентуса всех времен. После Дель Пьера, после Бенниперти, после Беттеги, после Сивори. После Боррелли, после Анастази. Седьмое место. 128 голов, значит, у Давида Трозеге. Простите, уже даже 130 мячей. Один мяч всего осталось, чтобы переместиться на шестое место. Я просто не учел два мяча, которые Трозеге забил к Яченцу в матче последнего тура. Ну, это лучший иностранец, кстати говоря, по забитым мячам. Вы, наверное, поняли, что впереди него только итальянцы. Трозеге, между прочим, за Ювентус выступает только лишь с 2000-го года. Давайте учитывать еще то, что не всегда Давид Трозеге играл от звонка до звонка за Ювентус. Конечно, у него очень большой процент попадания в те минуты, когда он находится на поле. Едва ли не лучший в Италии. Пока у нас Вальдес, игрок Тревиза, получил желтую карточку, могли это видеть. Валерий Аврамов. Вот на ваших экранах крупным планом сербский вратарь. Фиорентина его отдала в аренду. Есть вратаре у флорентийцев и без Аврамова. Как бы считался он четвертым вратарем. Ну и не молодой, но уже 27 лет ему. Фиорентина, напомню, есть Фрей есть, Лобанд есть, есть Лупотели. Ну, конечно, архи сложно было Аврамову, вытеснить кого-либо из них из ворот флорентийской команды. Сейчас с Фиорентиной так наладились отношения. У нового руководства туринского клуба провернули сделочку Божинов Муту эти два клуба. Блази перешел в Флоренцию. В общем, как-то так болельщики между собой ругаются, а вот руководство находит хит-контакт. Причем и старое в итоге нашло в лице Лучана Моджи. Но эти были некоторые несколько другие отношения, казалось. Страдали оба клуба в итоге от них. Дериндели подает на линию вратарской, Аврамов выходит своевременно и без проблем забирает мяч. 25-й минуту у нас матчет. 0-0. С мячом Фава Пасара был неудачно. Быстро перемещается мяч, не задерживаясь в середине поля в последние минуты. Ошибаются в обороне футболисты от ревиза. А именно, кстати говоря, Жанни Гигу. Непростительная ошибка перед своими воротами для такого мастера, как ругует Жанни Гигу. Передача в расчете на игру головой Недведа не прошло. Однако мяч у туринцев Дель Пьеро очень изящно здесь играет. Дель Пьеро, можно сказать, вынудил нарушить правила на себе. И это очень опасно. Это на линии штрафной и это точка Алекса. Еще и желтая карточка Катафавия. Ну а что ему еще оставалось сделать? Пропускать Дель Пьеро фактически один на один. Там оставался только Жанни Гигу и не факт, что он сумел бы ликвидировать опасный момент. Дель Пьеро мог пробить сразу, при входе в штрафную. Ну и вот Коттафава нарушил, скорее, инстинктивно правила. Но тем самым дал шанс Алексу забить двухсотый гол очень красиво. Я просто не сомневаюсь, что сейчас будет бить Дель Пьеро. Это его точка. И если он попадет в ворота, давайте подождем. тщательно устанавливает мяч. Ну что, очень мы хотим, очень мы хотим увидеть своими глазами это. Но не получилось, пока не получилось. Повторный удар, Аврамов с трудом справляется, подборт оказался за Ювентусом и еще один подбор за ним. Здесь неразбериха во вратарской практически на ее линии. наседает Ювентус, ваш чек выносит просто оба куда. Мяч подальше разряжает обстановку таким образом. Все, давайте про рекорд Дель Пьеро возможно говорить больше не будем, а то, глядишь, он и не состоится. Вот когда он состоится, тогда поговорим. Вспомним все его голы от первого. Ну, конечно, нет до 199. Глупо просто. Займет, наверное, больше времени отведенного для репортажа этого матча. Беренделя от своих ворот выносит. Вот куда Трозеги оттянулся. И его место штрафной площади чужой, ну, что игра-то отошла подальше от штрафной и вот туда тянулся Трозеги. Подальше именно сюда. Хороший пас. Фактически выход один на один. Опасно! Дель Пьера уже накрывали здесь. Обратите внимание, передача-то какая. Не ошиблись в обороне. Вот линию пытались офсайдную создать. Из последних сил здесь боролся с Дель Пьера и все-таки выиграл эту борьбу Вальдес. Похоже, несколько повредил одну из ног Александру Дель Пьера. Именно левую в нее он попал. Ну, вроде все в порядке с капитаном Туринского клуба. Он легенда, символ Ювентуса. Безумно популярный человек в Италии. Безумно! Ни в одном, ни один город, в общем-то, если находишься в Италии, не обходится без плакатов или футболок с надписью или с изображением Дель Пьера. Даже во Флоренце, где, мягко говоря, Ювентус не то, что недолюбливает, ненавидит. И то там пришлось заметить в футболе, что продаются в магазинах такие вот футболки. Ювентус это марка. На Ювентусе зарабатываются деньги. Пока тревиза выполняет штрафной, разыгрывает его. Но это подача оба куда. Если уж забивать, пытаться забить в Уфону, это просто не уважать, наверное, ни чемпиона мира, ни самого себя. Полчаса у нас истекли почти в матче 0-0. Игра седьмого тура. Последняя игра. Во втором тайме, наверное, поговорим немножечко о турнирной таблице. В общем-то, порассуждаем о шансах Ювентуса, пока сосредоточимся все-таки на игре. Наверное, хочется уже прочувствовать новый Ювентус, новый Ювентус Диги и Дишамо. Кстати говоря, сегодня у Дишамо день рождения, 38 лет ему исполнилось сегодня. И сегодня, кстати, день рождения и у Давида Трезеге, ему 29. Оба чемпиона мира играли за одну и ту же команду сборной Франции образца 98-го года. Дишамо был капитаном, Трезеге тогда только свой путь начинал в большом футболе. В общем, этот чемпионат мира целый ударяй открыл его и Кириан Ри. Сейчас уже Трезеге в таком серьезном футбольном возрасте за 6 лет, как я уже сказал, наколотил 130 мячей за Ювентус. Камаранези пас от Берендели получил, сохраняет мяч. Отличная передача и гол! И гол! Пусть не Дальпьера, но гол Ювентус забил. Смотрите, вот вроде как не в тренизе играют, а в Турине, да? Я бы все-таки отметил отличную передачу прежде всего Камаранези. Не стал он бездумно простреливать, а выискал Кристиана Дзанетти, обратите внимание, поднял голову передачи, удар в касание и здесь Дзанетти разобрался как надо. 1-0 повел Ювентус на исходе 31-й минуты встречи. Ну и вот пригодился Кристиану Дзанетти не только для черновой работы, но и показалось, что и гол избивает. Пусть и немного, но я уже обращал ваше внимание, что не это главное забота в сегодняшнем Ювентусе. Пока не очень заметен пара. Согласитесь, перед началом я думал, что пара будет симпатичнее выглядеть. Может быть, по молодости, молодости нестабильность свойственна. Шикарная пресса у пара сейчас в Италии. Вообще, Ювентус как-то по-белому пиарит. Если Интер по-черному, то Ювентус по-белому. Смотря на все вот эти скандальные эпизоды, последние в истории Ювентуса. Ни одна газета не выходит без коротенькой заметки о Ювентусе. Ну, а спортивные вообще, о них не говорю. Там по три, по четыре страницы про жизнь Ювентуса, то, чем сейчас живет. Каждый футболист, пусть и из Примаверы, все равно это будущее Ювентуса, о них надо писать. Это хлеб журналистов. Вот так вот. Так что Ювентус пиарит по-белому, очень добро все относятся к этой команде. Вот Интер прессует направо-налево, а Ювентус нет. И это, как я уже сказал, не странно, Ювентус любят. И журналисты среди их в том числе. Ну, и еще раз обратите внимание, например, вот Стефана Фарина, главный арбитр встречи, да? Человек очень опытный и очень популярный в судейских кругах, да и не только в судейских. Служил не один серьезный матч серии А Евро-куптор. И вот играя, судят серию Б, не стесняется этого в Италии. со временем Маур-Кваранези готовится подавать угловой. Аврамов ошибается на выходе за Нэти. Довольно опасно был прострел. Ну, при таких прострелах, конечно, всегда велика вероятность, что не только свой, но еще и чужой может поставить ногу и таким образом мяч залетит в ворота. Кстати, между прочим, вот, разбирая эпизод с голом в ворота Тревиза, еще обратите внимание, ну, Камаранези, условно говоря, взял бы и прострелил. Вот, пожалуйста, мог бы залететь от своего или от чужого. А пока, пока после углового еще один опасный момент случился у ворот Тревиза. Роберт Ковач. Пожалуйста, на все угловые приходят туда. Еще один угловой. И Недвид там уже пытается достать до мяча. Ну, Недвид локоточками. Это в стиле Павела. Как бы прекрасно не относились к этому игроку. Как я уже сказал, на поле он забывает о многих своих человеческих качествах, бьется. Наверное, в игре так и надо. Отбрасывать, снимать с себя всю одежду неигровую и вперед туда, в пекло. И, между прочим, вот за это стремление выжить максимум из эпизода и любят Недведа. Хотя и мастерство он, конечно, не обделен. Кто бы в этом сомневался. Всей блестящей своей карьерой он это доказал уже. И вот при этом Недвид в каждый стык идет с риском травмировать не только чужого, но и себя самого любимого. И иногда это идет на пользу Ювентусу. Ну, а в редких случаях во вред. Недвед на левой части поля дальше вот от нас туда, как вы поняли, свободно, пространство, много. Сегодня не играет Джорджок Елини. Очень хотелось понаблюдать за серьезным прогрессом по ходу нынешнего сезона вот этого футболиста. Ну, может быть, во втором тайме это удастся. Он в запасе. Сегодня еще один опасный момент. Прострел с фланга. Недвид делал. И здесь и Трезеге, и Бальцаретти имели возможность замкнуть эту передачу. Очередной угловой у ворот Аврамова. Коваранези его исполняет. Передача на Трезеге, естественно, на Трезеге на углу Вратарской. Сместился чуть поглубже и еще один угловой заработал. Обложили, что называется, ворота Тревиза. Вы вспомните, когда последний раз Тревиза подбирался. Не просто атаковал, бил по воротам, просто подбирался в чужой штрафной. Минут 20 назад, наверное. Просто не видно пока в атаке эту команду. И, между прочим, Шам отнесся с большим уважением. Тревиза, говоря о том, что, например, со всей серьезностью подойти к этой команде два нападающих, очень серьезных, которые уже забивали в этом году. Бегетто и Фава Пасаро. Надо к ним отнестись внимательно. Сильная линия средняя в лице Джани Гигу. Называл Баседжу. Баседжу сегодня проверю. Да, есть сегодня он в запасе. Вальтер Баседжу, бельгиец, который очень долго выступал в Андерлехте. Вот, по ходу, прошлого сезона, еще зимой, по-моему, перебрался в три виза. Остаться в серии я ему не смог помочь. Но вот, тем не менее, не ушел из команды после ее вылета. У нас пара получает молодой и перспективный, пока не очень заметный в сегодняшнем матче желтую карточку. Вот таким образом решила себе напомнить футболист. Большой выбор у Ювентуса футболистов. Сегодня в запасе, например, вратарь Миранте вряд ли, если с Буфоном ничего не случится, выйдет. А вот все остальные это Киелиня, Джаникеда, Марк Йони, Боженов, Салоетта и Паладина. Последний, кстати говоря, не так давно заявил, что хочет он побольше играть. Это говорит о том, что амбициозен этот молодой футболист. Игрок, кстати, молодежной сборной Италии. Основной ее игрок, так же, как и Джорджио Киелиня, и, между прочим, Италия в тяжелейших стыках с Испанией, сумел он повторить дорожку на чемпионат Европы, который состоится в 2007 году в Голландии. И, возможно, на Олимпиаду попадет Италия. Конечно, Жеребрь спорядился ну, как он мог по-другому спорядиться. Он слепой. Свел две такие команды, как Испания и Италия, в одну пару. видел я первую игру этих команд, находясь в Италии. И итальянцы могли в концовке забить один-два мяча. Не забили. Испанцы могли тоже, кстати, забить. В общем, игра такая была довольно закрытой. Боялись обе команды друг друга. Отложили исход двухраундового поединка на вторую игру. Ну, а там два быстрых мяча. Итальянцы забили еще в первом тайме. Один из них, кстати, Килини, а другой Монтолева, игрок Фиорентины. И вот таким образом, несмотря на то, что испанцы забили еще в ответ один мяч, прошли дальше по сумме двух игр. Так вот, Паладина, играв в той встрече, произвел такое двоякое впечатление. С одной стороны, настырный, интересный нападающий бегает быстро. Но вот мыслишки-то у него я не очень много заметил. Может быть, опять-таки по молодости. Что касается его заявлений недавних, то он уже заявил, может быть, по горячности, что хочет он больше играть. И если Дешам ему не будет предоставлять больше игрового времени, он зимой подумает о том, чтобы перебраться куда-либо. У Динеза хочет Паладин очень. Динеза вообще славится тем, что выискивает молодых до перспективных, да, вылетку до ума, потом продает. Но здесь другая ситуация. Футболисту принадлежит Ювентусу и вряд ли вот так просто Юве с ним расстанется. Тем более, уже неоднократно заявляло новое руководство в лице президента Каболия Джилии. Так вот, знакомьтесь, теперь новый президент Ювентуса. Все руководство поменялось, остался из старых лишь Роберто Беттага, но его брать было очень сложно. Третья легенда туринского клуба, несмотря на то, что он замешан все-таки был. Его так вот за скобки вывели этого скандала последнего кальчуполи. За скобки на орехе досталось в основном другим людям. Ну а вот Беттага и был выведен и таким образом его сумели сохранить в команде, но влияние у него поменьше стало. Безусловно. Так вот, новый руководство сказал, что Паладина не продается, он самим им нужен. Я уже говорил про Рея Вальпата, а еще есть такой футболист Фоти Моландой, тоже он появлялся в прошлом году на наших экранах, играет он за Самдорио в серии А. В этом году, кстати, не появляется, но и вот зимой Ювентус хочет его к себе пригласить. Мне предложение тоже сделано. Очень опасный удар, кстати, вот первый реальный момент у Тревиза. Если не считать в дебюте удар Дегетто, вот Руссот, Андрео Руссотто. Давайте обратим еще раз внимание на этот эпизод. Здесь Бунсон, не могу сказать, что проиграл борьбу, но тем не менее позволил скидочку сделать Диму Паву Пасару. Здесь Дегетто на Руссотто и удар. И я не уверен, что Буффон бы справился с этим ударом, если бы мяч летел в створ ворот. Но вот потихонечку, вроде как, Тревиза начинает опять под занавес первого тайма искать пути к чужим воротам. Все-таки амбиции, я уже сказал, у команды есть. Но слова подкреплять с делом, а все-таки Ювентус это клуб, на котором можно проверить свои амбиции. Еще один неприятный эпизод. Из ничего он буквально родился. Передача с левого фланга и опять Руссотто активен этот игрок. Это Джулиата просить защитника. Пусть привык, что Руссотто сюда смещается на левый фланг. Ну, чуть-чуть вытянись Фава-Пасар, вот ногу свою длинную и мяч вполне мог залететь в ворота после этого полупрострела, полудара. Вот та Фава далеко и не точно. Недвед перехватил Ювентус мяч и Недвед с Далькьера. Там игра рукой похожа была. В группу оказывает Недвед, что вроде ему мяч, а не в руку попал. Но не суть важна. Это мелочь, на которую не стоит обращать внимание. Недвед и не обратил. Джулиата. И получается скидку сделать и опять удар нанести. Вот как-то стал центр обороны Ювентуса позволять нападающим и полузащитникам хозяев бить поворотом. Ну, я бы не сказал из убойной позиции, но из-за довольно опасных и неприятных. Теперь Фава Пассара попробовал ударить и ударил. И почти-почти мяч до ворот долетел. разыграли штраф, но игроки Ювентуса подходят у нас к концу первый тайм. Вот довольно незаметно пролетел. Игра довольно любопытная. Ты же сказал, интересно на Ювентус посмотреть, ну и интересно просто почувствовать, чем сейчас дышит серия Б. Довелось увидеть игру, кубковую игру Ювентуса. Давайте после этой атаки. Очень хорошая передача, и по идее счет 2-0 должен был становиться после удара Камаранези. в мертвую зону под опорную ногу вратарю Авраамова тут даже и не складывался, он просто не мог это сделать. Бил Камаранези, передачу делал Бальцаретти, зрячая передача, и как-то так сжался защитник Тревиза, это удивительно, Бильям Виали, опытнейший игрок, он тоже как-то завис, но не в воздухе завис, а на газоне, распластался почти в раздумьях, вроде и вперед не успевает, и назад уже не может. Но это надо суметь сделать такую передачу. Дальпьера идет вперед, отличная передача, и что здесь будет? Удар поворотом из вне игры, да, Камаранези. Четто я сомневаюсь. Посмотрим на повторе. Да не было никакого вне игры, что там придумал боковой арбитр, даже у Трезеги не было. В момент передачи он точно был сзади защитника, а уж Камаранези и подавно не было никакого вне игры. Если только не увидел арбитр боковой, что ошибся он в эпизоде с Трезеги, имеется в виду, когда посчитал, что что-то он впереди залез, вперед залез, и легкое касание Трезеги вроде как сделал. Ладно, заиграли этот эпизод игрокам Ювентуса, который ведет в счете 1-0 под занавес первого тайма. Наверное, думать о нем и не с руки как. Хотя хотелось бы под занавес первого тайма забить еще, тем самым, наверное, снять вопросы о победителе в этой игре. Стефано Фарина свистит, первый тайм подошел к концу, 1-0. Впереди Ювентус, единственный гол забил на 31-й минуте Кристиану Цзанетти. Перерыв и немножечко отдохнем мы с вами. Быстро пролетели 15 минут перерыва, отведенные матчу 7-го тура итальянской серии Б Тревиза Ювентус. На ваших экранах главный арбитр Стефано Фарина и мы видим, что Ювентус после первых 45 минут игры ведет в счете 1-0 на севере Италии в городе Тревиза на стадионе Амабона Тенни вмещающем около 10 тысяч зрителей ну и как мы видим стадион заполнен ну датка. Не боюсь этого слова это видно. Ювентус ведет 1-0 единственный гол забил Кристиану от Занетти на 31-й минуте встречи после довольно продуманной комбинации в исполнении Туринского клуба последнюю передачу делал Маурко Маранези посмотрел он и увидел одинокого одиноко стоящего в центре штрафной Занетти сделал ему передачу и тот в касании переправил мяч ворота воротаря Тревиза Аврамова ну давайте тогда с Тревизой начнем состав второго тайма ну на который команда вышла только что в воротах Аврамов под первым номером в обороне 6-й Вальдес 55-й Виали 4-й Коттофава 20-й Джулиато линия полузащиты 8-й Ваща 10-й Гигу 30-й Гисси 22-й Руссота и пара нападающих 9-й Бегетто и 11-й Фава Пассару Диего Барталуцци главный тренер Тревиза который сейчас атакует и имеет возможность забить и Буфон отражает удар фактически в упор Словака Башчика обратите внимание вот Башчик делает передачу но из борьбы не выключается и наносит удар Буфон с ним справляется может быть без излишнего напряжения но темнее поработать ему пришлось угловой зарабатывает хозяева начинают они так же как и первый тайм активно стремясь побыстрее забить и вот пожалуйста еще один эпизод еще один и вот на этот раз Буфон справляется предпоследний удар был самым опасным в этой короткой комбинации которая случилась ввиду углового поворота Ювентуса ну и вновь хозяева в атаке Буашчак передача направо Гигу передача в штрафную довольно просто состав Ювентуса Буфон в воротах под первым номером в обороне Беренделли второй Кова четвертый Бумсон 18 Бальцаретти 14 полузащитиком Ранези 16 пара 19 Кристиан Удзанетти 6 Недвид 11 и в атаке Дель Пьера связующая звено между полузащитой и единственным нападающим Дель Пьера Капитаном 10 номер а единственным нападающим это Трозеге 17 номер Гиги Дешам главный тренер Ювентуса очень опасный эпизод и опять Дицион вот пожалуйста не застоялся он за первый тайм и мы видим что и здесь ему пришлось поработать и Дима Фаву Пасара имел возможность отличиться непростой удар для вратаря траектория была понятной а вот траектория полета не очень Бумсон приносит мяч и штрафной Дель Пьера его подхватывает и пошел вперед Трозеге до мяча не добирается ну здесь чуть раньше были нарушены правила по мнению Стефана Форина Вальдос несколько зацепил Дель Пьера а он нам показывает удар такой плотный удар в исполнении Фава Пасара поветарил вратаря здесь есть за что отметил ну может быть не поблагодарил а отметил конечно реакцию Буфона благодаритель конечно его наверное был не в праве уже бросок и Пьера сразу вдвоем набросились на капитана тем не менее партнеры-то помогли сохранить мяч для Ивентуса однако с нарушением правила довольно динамично началась у нас вторая половина встречи Трилиза как мы помним в первом тайме также активно взялся забивать правда вот таких вот моментов в первом тайме это не было по крайней мере в его начале моменты были в концовке первого тайма когда Ивентус уже ввел в счете ну мы как видим что есть некоторые проблемы в центре обороны все-таки у Ивентуса там играет Ковач и Бунсонг но не скажу что монолитные кулак хотят пенальти хозяина имеют право ну а стадион все-таки на три четверти поддерживает Ивентус приезы на своих обычных домашних матчах собирают ну от силы 3-4 тысячи зрителей но приезд Ивентуса приезд болельщиков во-первых это не так далеко от Турина до Тревиза на восток по Италии по северу Италии не будет защитой Трезе Гер уже второй кстати в матч первый без защиты был Дель Пьера был первым таймом ну давайте смотреть нет я встань легкий такой был был чуть-чуть буквально на какие-то сантиметры если не миллиметры был дальше к воротам чем защитник Давид Трезе Ге и можно сказать что прав арбитр ну а даже если не прав может ошибиться В Италии между прочим неоднократно мои коллеги комментирующие итальянские матчи говорили об этом что нету таких вот оскорблений судей до-после матча во время матча могут разбирать ошибку очень долго прокручивать эпизод увидел я это все стоит кому-то ошибиться как бы два часа могут крутить один и тот же эпизод под разным углом с разных камер где они только находят ну вот получается это у телевизионщиков кстати нашим надо наверняка поучиться вот до оскорбления дел не доходит разложат раскадруют эпизод но грубых слов не дождешься от итальянцев эмоционально все но не будет вообще доброжелатель такая же нация считают что судя такие же люди и могут ошибаться главное чтобы ошибки были естественны ну а как вот определить эту токую грань естественности от неестественности это уже дело наверное все таки не журналистов а других людей я вот все таки придерживаюсь менее что даже тот скандал вокруг Ювентуса который потряс не только Италию в последнее время во многом заслуга именно журналист любой самый маломальский эпизод темный эпизод тут же проникает на страницы газет тут же появляется на телевидении и затем спрятать его очень сложно может быть этому тоже стоит учиться нам здесь в России какая Ювентус так разойдет во вне игры очевидно на этот раз ну вот видите пожалуйста показывает с любых точек что-то там не говорили потом все видно это можно разобрать но у судей повторов нету поэтому даже если он ошибется в каком-то мелком эпизоде ну даже если не в мелком всегда это нужно простить и я уже сказал если это все довольно если придется в общем-то изнутри все это естественно прилиза в атаке так вот просто дал Бальцарете принять мяч хотя вроде бы ближе был к нему Рассато Рассато контролирует его почти вот углового флажка и делает передачу вход в штрафную опасный момент может быть и он состоится безусловно Буфон из последних сил здесь спаслись футболиста туринского клуба вот это наверное самый явный момент самый явный голевой оккупировали оккупировали в начале второго тайма штрафную даже уже не поступок штрафную а штрафную футболисты тревиза крепкая команда я конечно не думаю что с тем набором игроков и с теми финансами которые сейчас есть у тревиза ну собственно говоря их по большому счету нету тревиза может всерьез ввязаться в борьбу за возвращение в серию я же сказал не того масштаба эта команда это не баскетбольная тревиза вы скажете европейский драк нет это футбольный клуб хотя вот например он называется ФБК тревиза это значит что объединенный клуб футбольно-баскетбольный так вот у тревиза нет таких средств чтобы постоянно играть в серию ну могло бы конечно быть мог бы быть такой случится вариант как вот с Кьева например команда вышла и удержалась ну там все сошлось в уедино тревизский талант Дельнери очень хороший набор футболистов талантливых тревиза такого не произошло тем не менее зубки показывают команда крепко-крепко Буфол уже выходит из себя потихонечку не надо как-то взбодриться надо как-то привести себя в чувство после своих защитников вот Буфол своим опытом это пытается сделать пока еще жареный петух не клюнет в виде гола ворота Туридзе до первого можно просто отодвинуть ну сначала взять мяч к себе а потом его отодвинуть а дальше от всех ворот провести несколько комбинаций ну и постараться таки забить второй мяч в прошлом году давайте опять подождем опять Буфон да ну поработали за 10 минут так как за предыдущие 45 минут ему не пришлось ну чтоб не застоялся все-таки Буфон основного врата сборной Италии и потом на Ювентус настраиваться все мало не покажется три миза кстати есть вот настройки на Ювентус в прошлом году 0-0 они насыграли две команды Ювентус тогда попал в ничейную полосу пять ничей подряд но вот однако случилось вот здесь три миза пока один Ювентус впереди 57-я минута у нас матча 0-1 смотрим как Бегет выиграл здесь единоборство опять скинул мяч и вообще все удары идут по центру недалеко от линии штрафной они наносятся и как было в первом тайме так происходит и во втором может быть стоит больше помогать игрокам середины поля то есть центральная ее зона это относится к Занетти и в некоторых степних пар но пока Ювентус переходит в атаку Бальцаретти на Недведа Недвед на Бальцаретти и в центр Камаронези Гальгеро удар не точно это пара бил показалось что не были пьера нет это пара а вот удар Вашчин с которым с большим трудом справился Буфон а дальше дальше чуть-чуть не успел Дина Фава посар на отскок если бы чуть-чуть менее аккуратно сыграл Буфон боюсь что он и состоялся в оборот Турецкого клуба Фава посар несколько лет назад много довольно забил в один из сезонов в бытность игроков Будинезе больше 10 точно по-моему 12 забил так вот Дина Фава посар затем как-то сник на первую роль Будинезе вышли Япинта Дина Тали тогда еще Ди Микеле играл который сейчас Палермо но вот Дина Фава посара как-то так быстро быстро ушел в тень пришлось ему искать новое место работы нет его никто не выгонял его никто не настаивал на его продаже просто Фава посар в таком возрасте что как и Бегетто должен играть опытно пара форвардов а вообще еще есть молодой Калафреско который тоже сейчас на хорошем счету в Тревиза много пишут о нем в Италии кстати хорошие оценки получает вот сегодня Ако Фавреско в запасе это выбор Диего Барталукса Дель Пилеро сохраняет мяч входит в штрафную но обыграть не удалось его защитника здесь довольно неплохо выбирается из обороны футболиста Тревиза даже не игроки обороны а Джан Гигуни и быстрый перевод на чужую клавину поля хвощак ну и можно пробить нет он находит другое продолжение и слишком свободно здесь слишком свободно и Бегетто этим едва не воспользовался неприятный опять удар для Буфона был смотрите вот он получает мяч Бегетто разворачивается и в касание наносится удар а где там Бальцаретти а где Бумсонг Бальцаретти пытался конечно страховать не везде он может поспеть но это прежде всего относится к Бумсонгу паром длинная передача на Трезер не прошло зашумел стадион но собственно говоря он не затихал Занетти на Камаронезе впереди Геор пошел Камаронезе вперед через партнера через Занетти и вот Бальцаретти и не точно стал грешить защитник от его подключения вперед не точным передачам Молода Зелен Вашчак Владимир Вайс личный тренер Сатурна прошел 20 все время вот Вашчак не в Сатурн перебрался напомню Вашчак играл за Артмедию выход из тренера с Кульбю в этом клубе Владимир Вайс но вот поехал не в Россию а поехал на Пеню Дельклера на левых валги получает мяч режет угол обыгрывает и и всего лишь угол точный защитника и почти ушел от него но обратите внимание из Вяли в самый-самый последний момент и чистый мяч собирал хотя очень сильно рисковал чуть-чуть неаккуратнее его сделал и пинать а так еще угол подача на ура мы там насилие но нам показывают эпизод который случился в начале второго тайма контакт Берендели и Вашчика нам указывает на то что в принципе в том эпизоде якобы мог быть назначен пенальти но мы здесь видим что ключок ключок защитник с игроком середины поля тревиза явно никакого 11 метров там никаких лято смело в своей штрафной играет против Баранези выносит теперь мяч подачи от своих ворот активизировался Вашчика в первом тайме он не так заметен был очень мобильный игрок и самое главное что не суетной а суетится сейчас по большей части Барона Ювентус потому что выносы какие-то непонятные к вопросу тренеров итальянской серии А, Б, Ч довелось увидеть в газетах итальянских такой вопрос был задан если бы Ювентус выступал сейчас в серии А за что бы он боролся с нынешним составом с нынешней игрой ну сразу оговорюсь это было этот опрос был произведен сразу после того как Ювентус разгромил недели назад Модену 4-0 в своем поле показав яркую игру так вот 35% сказали что команда боролась без искудента в том числе кстати тренер Фиорентино Чезарь Прондели самым удивительным тренером это тренер Интера Роберто Манчини 20 в общем почти 30 28% сказали что команда была бы в четверке то есть боролась бы за лигу чемпиона ну вот и считать 35 плюс 30 почти две трети опрошенных сказали что Ювентус точно бы не опустился ниже той планки на которой был последние несколько сезонов так что вы можете представить какая-то сила нынешний Ювентус это люди говорят которые видят Ювентус сейчас не врывочно как мы с вами а постоянно который анализирует ну в общем не какие-то там люди с улицы а самые специалисты тренера о многом говорит ну и состав действительно как мы уже сказали позволяет рассчитывать на даже победу смотря на то что Дженуа сейчас разделяет Ювентус без учета вот сегодняшней игры целых 19 очков пропасть целая и вот смотрите как боятся Ювентус после того стало известно что в конце октября скорее всего Ювентус скостят по-моему речь идет от 3 очков то есть ну будет не минус 17 говорят а минус 12 очков то есть 5 очков скостят бог весть что да руководители конкурирующих команд Дженуа и Наполя эксцентричный президент генуэзской команды Энрико Прециози и могущественный президент Наполя Аурелли де Лаурентис сказали что очень обеспокоены были этим фактом и в общем посчитали что не надо ничего менять по ходу сезона уже когда какая-то стратегия у клубов появляется ориентируется не только на себя но и на соперников надо оставить все как есть заметьте это сказали не тренеры 3 виза там хочу ничего плохого сказать про Плеченцу Тристину ну и так далее сказали тренеры команд которые прекрасно понимают что Ювентус такой игрой безусловно через туров 10 так подтянется к ним имеется Дженок Наполе 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 сейчас идет четвертым 12 очков у команды и безусловно не хотят они вот такого мощного конкурента рядом с собой но жизнь рассудит в конце октября вернее не жизнь а люди от которых зависит принятие решения Недвед пока в штрафной пасует направо там никого нет ну а Наполе я уже упоминал в первом тайме потрясающе я бы сказал сыграл вот в той кубковой игре видел я этот матч повторяюсь Наполе Ювентус в третьем раунде Кубка Италии 3-3 и по пенальти Наполе выиграл так вот произвел очень приятное впечатление неаполитанский клуб видно это серьезная сила напомню туда вернулся Пауло Коновара это младший брат Фабио Коновара которого очень-очень уважают и любят до сих пор в Неаполе ну и вот кстати Коновара две недели назад забил решающий гол команде Специя на выезде ну и вот Наполе после этой победы поднялся повыше в турнирной таблице в последнем туре сыграл на выезде с Веченцей 1-1 и это было расценено в Неаполе как неудача все потому что Веченца сейчас играет неважно в серии Б у нее всего два очка это аутсайдер и вот ничья на выезде для клуба который только-только поднялся напомню Наполе вернулся из серии Ч один ЧУ как еще называют это итальянство в серию Б и вот Наполе за один сезон хочет вернуться и в серию А сейчас нормализовалась финансовая составляющая клуба Галлуренцис конечно многое вкладывает в команду и состав что надо в нее но тем не менее боятся они Ювентус так же как и Дженуа которая тоже между прочим вернулась из серии Ч один в год в этом году быстро все в Италии происходит сначала ты внизу потом наверху потом наоборот происходит медведь с мячом Ювентус вроде как отодвинул игру в последние минуты от своих ворот и вновь вновь как и в первом тайме пришел похоже в себя удалось забить и теперь рискует эта команда пропустить второй мяч который похоже снимет все вопросы я думаю что игра до гола идет сейчас во втором тайме вот кто его забьет Вашчик смотрите как таранят центральную ось Ювентуса переводит мяч налево и идет штрафной при этом передача только не Вашчику а в расчете на другого футболиста на беге тут там Бурсон к вам сыграл и неплохо сыграл вынес мяч без лишних движений три за настаивать на голе до первого чуть-чуть удалось будет спиться за мяч очень расстроился Алекс вот нарушение правил да нет надо вот с того места Фарина не дал разыграть быстро комбинацию ну вообще он свистнул показал что по свистку уже будем бить если бы чуть-чуть раньше вот смотрите свистнул все по свистку только и все безусловно ждут серии Б в Италии по крайней мере ждут матча Наполи и Веттус вообще тут быть что называется пинжал пока тревиза пытается разыграть штрафтой или ударить в общем забить пытается разным способом это можно сделать вот сейчас стандартно ситуация предоставилась удар уфуан уфуан хороший ведь не сказать что спас команду в этом эпизоде сыграл на своем уровне феноменальная реакция у этого вратаря потрясающе он играет на линии безусловно вратаря номер один сейчас в Италии вот такие люди играют в серии Б и не боятся этого совсем перестал получаться выход из обороны у Ювентуса во втором тайме быстрый выход все потому что грешат игроки обороны вот этим первым пасом не точно тем не менее вот удалось сейчас Недвит здесь вот много свободного пространства есть продолжение варианта через центр ах ты вот не пошел Трозагиа я думаю что просто он не споткнулся а чуть-чуть на шаг сначала рванул хотел рвануть в одну сторону затем понял что партнер будет делать передачу на свободное место вправо и вот туда уже перестроиться не сумел на 360 чтобы повернуться сложновато Камаранези Мальцаретти он уже не рискует он уже видно наелся не точно на передаче играет он сейчас близко от скамейки запасных и видно Илья Дишам подсказал наверняка подсказал что пусть он играет попроще ну что как вам новый Ювентус обновленный мне кажется нормально если не считать все-таки некоторые суеты в обороне производит команда такое действительно серьезное впечатление ну например тревиза оказался бы не окажись на месте тревиза кто-то другой допустим середняк серии а думаю игра была точно так Килини сейчас появится Аквафреско Килини наверное Бальцаретти выйдет много я уже сказал ошибался он во втором тайме ну а Аквафреско выходит вместо Динофава Пассара вот я говорил про ровер Аквафреско что у него хорошая пресса еще один игрок сейчас вот ревиз выйдет на поле нет вы знаете Килини это выходит вместо Бериндели выходит направо наверное или сейчас перестроится как-то давайте посмотрим нет Килини занимает место левого защитника сейчас мы окончательно замены все обозначим Мора появляется вместо Киси да вместо Рикарда Киси Александра Мора появился это позиционная замена полузащитника центрального центрального ну а Килини я уже сказал он слева играет вот он туда и отправился что сейчас будет у Ивентуса мы посмотрим может быть Бальцаретти в центр перейдет направо отправится Курыч и просто рокировка случится ну все давайте давайте несколько минут посмотрим и тогда уже окончательно проясним картину Акатрииза в атаке Гигу доходит мяч до штрафной и что здесь очередная попытка заработать 11-метровый Стефана Фариной оценена не была хорошая передача вот здесь как здорово сыгран неаккуратно играл Бумсон это Бумсон это как Ковач играл Бумсон там рядом на всякий случай бежал страховало и опять смотрите какой он безумный да губопутно таковат такие Ивентус у второго тайма не повезло впечатление я уже не заикаюсь по 200-й гол Бельпьера зарекся это дело в первом тайме тоже такие линии он слева смотрим еще раз эпизод и нет игры рукой не было здесь не было оставим ее на этом Байцаретти в центре главным участником этого эпизода Бумсон Фуарон Дельпьера находит неспешно и универс переходит в атаку надо оглянуться надо немного перестроиться слишком уж опасен тренизок в последние минуты ну вот посредством этого штрафного вполне можно это сделать играть-то не так много осталось около 15 минут ну давайте смотреть нет ну не было там игры даже если считать что попал мяч но он не в руку попал он вот в эту часть которая давайте еще раз смотреть в бок мне кажется попал скорее в бок может быть и заделал руку но за такие пенальти нельзя давать эпизода хотя вот во вчерашний матч французского перенства ланс-марсель судья такой пенальти назначил что аж диву можно было со стула упасть например я почти так и сделал так что все может быть судья такие же люди ну а футболисты стремятся выжать максимум из эпизода поэтому иногда делают все инстинктивно но вот вчерашний эпизод с французской переской там мне кажется все это было отрепетировано едва ли не на тренировке вот он Джикаболи Джили новый президент Ювентуса знакомьтесь кто не знает как он выглядит ему 61 год кстати говоря Ювентус действительно это секрет потеряет в этот сезон довольно много денег своим неучастием в серии в Лиге Чемпионов и вот Семьян Ели тем не менее которая низко уменьшила свои финансовые вливания в команду в 90-е когда появился такой патрон как Моджи конечно можно было это себе позволить но вот сейчас вроде как вновь решил активизировать вливание в частности реконструкцией Дерри Альфи будет заниматься правда не скоро этот процесс вообще вокруг стадиона Ювентуса очень много разговоров ходит несколько лет назад же этот вот старый коммунале который сейчас олимпийским стадионом называется в Турине который находится в самом сердце Турина вот вроде как Ювентус и Торино собирались его довести до ума после олимпиады и играть на нем совместное пользование вот тогда старое руководство Ювентуса как-то не пошло на контакт с Торино и Торино решило действовать самостоятельно а вот теперь когда Ювентус вроде как захотел новое руководство уже руководство Торино отказывает ему в этом тем не менее Ювентус-то играет сейчас на вот коммунале Дель-Альпи популярностью никогда не пользовался находится он на отшибе города ну вот вроде речь идет теперь о реконструкции Дель-Альпи хотя сначала хотели строить новый стадион посчитали деньги видно решили что это слишком затратно у нас масса проектов сначала решат потом подумают там все продумают сначала потом уже сделано но вот Дель-Альпи будет уменьшаться не знаю честно говоря насколько и все-таки думаю что это не очень правильный ход с позиции того где находится этот стадион слишком уж он неудобен для зрителей именно расположение свое ну да ладно вернемся к игре последние минуты у нас наступают самые решающие пока 1-0 Ювентус ведет но во втором тайме выглядит гораздо хуже чем в первом ну и тревиза выглядит гораздо лучше чем в первом тоже согласитесь и скорее эта тревиза заставила Ювентус играть вот так с оглядкой на свои ворота так вольготно как в первом тайме себя не чувствуют игроки группы атаки туринского клуба в свое время играет Хелине очень умный мудрый защитник весьма весьма перспективный у него контракт Ювентус до 2011 года самый долгосрочный в туринской команде ну и перспективен он не только конечно для Ювентуса но и для сборной Италии все чаще чаще к Ювентусу не исключится верим эмоциональной команды но пока он играет еще молодее Маркиюни готовится уйти на замену одно из главных приобретений туринского клуба в межсезонье а Ювентус тем временем подает угловод Дегера скидочка но оказалось сначала что не очень она оправдана была тем не менее получилось довольно не опасно Дегетто с Недвидом за Нэти своевременно вот его главная работа о чем мы говорили в начале репортажа отобрать мяч сделать первый переговор Дегеру с техникой у него отлично с передачи не прошла не задумывается все мудренно очень надо было попроще в этом эпизоде наверное сыграть но это был бы уже не Дель Пьера предварительно предварительно спор от 10-го номера сборной Италии многие были не время конечно в других городах возмущены что с этой цифрой досталось Дероси тот же партнер мудренно смеет марк юния я уже сказал одно из главных приобретений но 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 твердым игроком стартов состава не является вполне может себе позволить дешам оставлять такого футболиста футболиста такого уровня на скамейке запасных, причем совершенно здорово. Вариативен еще. Состав Ювентуса, как в атаке, как в нападении, в защите может быть чуть меньше, но по именам смотрится оборонно. Вот мы видим, что на деле все-таки ошибки у нее серьезные, довольно допускаются. Особенно в ее центре. К закату, к закату идет матч, но до развязки, я думаю, все-таки далековато пока, потому что всякое может случиться. Как я уже сказал, один гол может много чего перевернуть. Но гол ворота Ювентуса, гол ворота Тревиза, наверное, интриг-то точно похоронят. Вот этого стараются избежать сейчас, в том числе и Бунсон, который перехватил мяч и передачу вперед, Дель Пьеро, Детерезаге. Пока не слишком он заметен. Очень хотелось бы посмотреть на Тревиза Генна, а то, как он забивает голы, но вот в сегодняшнем матче не суждено нам это сделать. Вряд ли сейчас Ювентус побежит забивать побольше. Главное отстоять счет. Ну, вы и знаете, встреча с серьезной командой, как я уже сказал, твердый середняк, пока три визы серии Б. Причем дома-то играет весьма-весьма строго. Четвертый матч. Одна победа, одна ничья. Одно возможное поражение. Валерий Двинич, пока смотрим, как после того, как Тревиза получил мяч штрафной, без лишних движений, одним касанием. Ну, то, что он умеет лучше всего, пытался в дальний угол вложить мяч. Вот, Тревиза очень строго играет и довольно незрелищно здесь нам обону Тенни. Один мяч забит, и вот один пропущен, с учетом сегодняшнего. Вот на выезде более открытая команда предпочитает действовать. Там пять забит, шесть пропущен. Ну, и, конечно, лежит так пропущен. Так что, такой курс типичного середняка, и это, опять возвращаясь к тому, что руководство клуба вроде как ставило задачу вернуться в серию А. Серия Б весьма сложный турнир. Едва ли не легче он в серии А. И Вентуса, кстати, чувствует всеми фибрами своей души, черно-белой. Ну, вот на отбой едва играют уже туринцы, стараясь уберечь победный счет. Недвед. Проникающая передача. Дель Пьера мяч получит. Перед ним один игрок всего лишь. Ну, и находит Недведа здесь. Сам предпочел не арестовать. Может быть, и правильно. В концовке это делать не стоит. Лучше поддержать мяч, а желательно всего это делать на чужую половину поля. Ну, и тем более, очень сложно было Дель Пьера в этом призыве пройти к фотофабу. Брамп располагался защитник в полуоборот к своим воротам. Все он видел и других игроков контролировал. Немножечко даже и Дешам занервничал. Вот впервые нам показали, как этот французский тренер не сидит на скамейке, а стоит уже. Хороший еще микроклимат в Ювентусе. Хороший контакт между Дешамом и игроками. Очень перспективная команда, если она сохранится. Но многое зависит от того, выйдет ли Ювентус в серию АС первого же захода. Все-таки один сезон еще ладно, а вот два сложновато уже выдержать некоторым. Особенно возрастным игрокам и в том числе иностранцам, между всего. Ну и Ювентус хотел вернуться в Еврокубке с первого же сезона. Единственная лазейка для этого была это Кубок Италий. Тоже сказал, в третьем раунде напоролся Ювентус на Наполе, на его отчаянное сопротивление. Это мне побоюсь, искры летели из глаз футболистов. Буфон, кстати, после матчевой серии пенальти решил пробить, причем не последний какой-то удар, а первый для своей команды и не забил. Многие там не забивали, в этой серии били, по-моему, там по 10 ударов у нас и команда, 7 счастливых. Дельпьерро, штрафной, не получилось, у него сразу пробить, но хорошо бы такой именно был, состоялся, в двухсоте и Дельпьерро. Мало того, что важный, точно снял все вопросы в матче, но еще и красивый. Смотрите, внимание, здесь, здесь все правильно действовали Геали и Аврамов. А вот здесь этот эпизод, помните матч ЦСКА рубил, я вспоминал, я эпизод этот видел, Домингес, тогда в конце в конце матча по чуть-два-два пользу ЦСКА, таким же образом, только он на линии штрафной был, пытался обвести уже выше из ворота Кенфеева, попасть в пустой угол, не получилось ни у Домингеса, ни сейчас у Дельпьера. Ну, за стремление пятерка сыграть нестандартно. Три виза с мячом, передача вперед, Виали еще дальше, ну, и да, он хотел. С Бальцаретти надо поаккуратнее играть, но вот это совсем непонятное действие в исполнении молодого защитника. Да, точно, он перешел направо, клинья слева играет, это мы уже все поняли. Вот Бальцаретти мало того, что едва не упустил мяч за лицевую линию, это еще ерунда. А вот то, что он потом пытался сделать, своим воротам мяч отправить, а если бы там стоял Николыч, если бы мяч не ушел за линию, неизвестно, чем бы все закончилось. Главой подает три визы, одна из последних возможностей у хозяев сравнять счет. Опасный буфон, и вновь, кстати, вот на этот раз он не сказать, что опять спас, но выручил точно. Дель Пьера на Недвида, ну, здесь тяжеловато было, но надо успеть. Алекс-то обозначал, видел он Дель Пьера, но вот исполнить не сумел адресную передачу. Кильни. Пару. Пару не рискует. За Недди вот так вот на коротке в треугольник. А ну-ка отбери. На финише матча, на чужой половине поля то, что надо для сохранения счета. Три минуты добавляет Стефана Фарина, и, собственно говоря, компенсированное время уже пошло. Три виза времени нет. Надо наваливаться вперед, идти в обманку, идти штампованно. Говорю, но, тем не менее, по сути, правильно. Какая разница проигрывать с таким счетом? А так, глядишь, продавят они оборону, и Буфон же он не железный, он все время поручает. Давненько ее я просто не пропускал в серии Б. Три матча. 3-0 Протона выиграл, 4-0 Моден и 2-0 Пьяченца. 9-0 в последних трех матчах, с учетом сегодняшнего уже 10-0. На ответ штрафной передача. Здесь Аврамов опережает на мгновение Трезаген. Но Адель Пьер просто не пошел в передачу, оставил на салон тот французский нападающий. Это Саратти. Ну, может быть, кто-то действительно ожидал от Ювентуса концерт. Под впечатлением результатов последних игр туринцев во втором по значимости итальянском дивизионе. Но, все же говорю, все-таки не забывайте, команда играет на выезде. Тревиза крепкая, очень крепкая команда, не лишенная амбиции. которая потрепала в сегодняшней игре нервы болельщик туринских клубов. И вот ожидать в такой ситуации концерта, пусть даже на команду столько и приехало, нельзя же все время искрить. Временами Саратти Ювентуса, как сейчас, старался играть умно. И этим главное, в чем он главное отличался от Тревиза, это глубиной мысли. Тревиза, этой мысли все-таки проглядывало немного. Играла команда довольно шаблонно. Хотя и желание ей не откажешь. В настойчивости у Ювентуса мыслей было больше, и, собственно говоря, вот единственный гол, который мы увидели, я думаю, что он и останется. Единственный, так вот, единственный гол случился в результате очень продуманных действий. можно сказать, отрепетированный. Ну, а пока Тревиза, ну, наверное, уже точно последняя атака. Бумсон выносит. Как будет Саратти, опять рискованно играет. Я не знаю, мне кажется, Дешама ему потом будет выговаривать. По молодости, конечно, хочется произвести впечатление, но не в таких моментах, не тогда, когда судьба матча все-таки еще не решена. А Бальцаретти в последние минут 15-20 играл несколько рискованно. Может быть, позиция не слишком удобная правого защитника, хотя вот в тех эпизодах, которые мы могли наблюдать Бальцаретти, когда он неудачно действовал, в позиции роли не играл. Даниэль в утрене выходит на замену. Я вот, честно говоря, не знаю, зачем сейчас, когда уже все время матча не стекло, и зачем менять Руссотто, это не знаю. Ну, одному, наверное, Барталуччи понятно, вот и все. Как сказать, замены произведения не было. Видно, забыл тренер, что матч заканчивается, может, он уже умеет, что еще 10 минут будет играть, если с кандалер не посмотрел. В общем, таким образом Ювентус держал победу с любым, с любимым для него счетом. Ну, образца Ювентуса теря 1-0 на выезде. Грамотно, строго сыграл не все время, а по ходу матча, а в одинных эпизодах, ну, и мастерство футболистов сыграл последнюю роль. Ювентуса, оно, безусловно, выше у туринца. Алекс Дель Пьера, сегодня мы 200-й мяч и его исполнение не увидели. А жаль, очень бы хотелось на это посмотреть, очень бы хотелось это увидеть живьем. Ну, что ж поделаешь. Такова жизнь. Не падайте духом, болельщики Ювентуса, за то, что не увидели 200-й мяч своего кумира. Не падайте духом, болельщики Триниза, что ваша команда проиграла. Смотрите футбол на НТВ+, итальянский футбол на всех наших каналах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!